Всем привет, дорогие друзья, с вами Хьюго, я снова решил вернуться в игру Payday 2, и я заметил, что у меня не пройдена миссия день выборов на Deadwish, и я решил посмотреть, чего стоит эта миссия. На самом деле оказалось, что эта миссия довольно сложная, и она гораздо сложнее, чем теневый рейд и, допустим, автосалон вместе взятые. Что ж, давайте начнем с первого дня, нам всего лишь понравится карточка к доступу к двери охраны, и больше, на самом деле, ничего. Вот таким снаряжением я сегодня буду штурмовать этот склад, и вот с таким набором перков я сегодня пойду. Это стандартная прокачка у призрака, транспортера у инфорсера, и у малипулятора немного перков на бег, связанных с гражданскими, и доминатора. Ну что ж, давайте приступим к первому дню. Как определить нужный грузовик? Есть два способа. Первый из них это посмотреть на эти грузовики. Если вы заметите, тут два синие грузовика от Omni, желтый и красный от Karanich, остается два последних, это зеленый Avalon, либо желтый Hefty. От этого один из двух грузовики есть верный. Как определить, какой из них верный? Это нужно всего лишь точнее побегать по доку и посмотреть. Если все зеленые ящики закрыты, то значит зеленый Avalon и есть верный грузовик. Если вы не можете найти нужный контейнер, то есть второй способ. Это нужно побегать по доку и найти в одной из таких вот комнат компьютер. Маленький, старенький компьютер. Он находится либо в этом здании, либо на первом, на втором этаже, либо в соседнем здании, тоже соответственно на первом или втором этаже. Что этот компьютер вам, так скажем, поможет в этом деле? Этот компьютер, точнее на нем, на этом компьютере расположена информация, какие рейсы отходят на сегодняшний день и какие внеплановые уже, так скажем, отправленные. Так, вот тут на втором этаже ничего нету. Да, значит, компьютер на первом этаже. На этом компьютере вы сможете узнать три компании, которые на данный момент загружаются, так скажем, грузом вот этот компьютер и которые уже загружены и готов к отправке. Мы используем компьютер, видим первую марку Avalon, это значит, что грузовик уже с Avalon неверный. Второй у нас Kranich, но это понятно, их там два грузовика. И третий Omni, вот, скорее всего. А нет, Hefty. Так, это значит, это значит, что грузовик, так, если меня не заметят сейчас, ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, тихо-тихо. Это значит, что грузовик, он не, вот этот желтый, он и есть верный. Остальные два кранича и два авалона, это у нас неверные. Подходим просто на GPS и на авиатор. Отличный GPS-навигатор. И просто через контейнеры уходим. Даже, по-моему, такая ачивка, если это за 60 секунд сделать, то дадут ачивку. Ну, что-то мне этот забор, вот, не поддается сделать такие дырения в бетоне, а замок поставить не может. Так, в принципе, мы все, прошли первый идеальный день по стелсу. Надеюсь, что грузовик будет верно. Так, грузовик оказался верным. И, друзья, сейчас наступает самый сложный период, это надо пройти второй день. Для этого мы покупаем мешки для трупов, дополнительную карточку и лестницу. Ну, тут уже как-то удобнее. Лестница просто поможет скоротать время. Набор уже тот же, ничего не изменяется. Давайте уже начнем проходить. С чем вы тут столкнетесь? А здесь вы столкнетесь с многими проблемами. Если тени говорит, это только охранники, но и камеры, то здесь их гораздо больше. Тут охранники, тут полицейские, тут камеры. Если вы еще убьете больше, точнее, ровно четыре охранника, либо четыре полицейские, какого-то черта еще приходит проверяющий, который, ну, замечает, что персонал куда-то сваливает. Тут карточка, надо запомнить. И он начинает проверять все складского помещения. И если он увидит, что хотя бы один ящик с машиной для голосования открыт, то все, это считайте, что он спалил вас и позвонит в полицию. Не знаю, если его завалить, надо будет ли отвечать на его пейджер. Я еще, конечно, это не проверял, но лучше, мне кажется, пройти это с максимум, ну, тремя убитыми охранниками. И не более. И что еще? На Дэдвиши надо найти ломник, который, кстати, я наконец-то нашел. Вот этот ломник нам поможет открывать коробки с голосования, они примерно выглядят вот так вот. То есть мы подходим, открываем коробку, оп. Тут не повезло, нам тут коробка пустая. Тут у нас лом. Тут есть один аппарат. Мы его перепрограммировали. И он будет, по-моему, 30 секунд перепрограммироваться. И тут еще одна проблема, это уже, по-моему, шестая проблема. Это охранники, которые ходят рядом. Если они увидят, что машина для голосования находится вот в таком рабочем состоянии, у нас еще великая, так вот смачная, то они сразу это палят и звонят диспетчеру. Но тут придется их уже, конечно, завалить. Так что я считаю, вот этот день и все еще работа, дня выборов, это гораздо сложнее день его рейда и автосалона. Да, и кстати, тут еще находятся вот такие помещения небольшие, закрытые. Да, мне не повезло. В них тоже находятся аппараты, но на детвиши, как у нас зло, они закрыты какой-то вот пленкой, я не знаю, или как это назвать еще по-другому. Какой-то тканью. Ну вот, в принципе, аппарат еще находится на втором этаже, на каком-то этаже, на верхней стеллажах. И вот в одной из двух комнат, тихо-тихо, тут еще находится человек, который смотрит за камерой. В этот раз вот тут уже цивилин, кстати, небольшой даже плюс. Не надо отвечать на лишний пейджер. Его, конечно, лучше связать и отвезти куда-то, но вот не в этом крыле, если бы он был в том бы, его можно было бы связать и отвезти. Тут его придется мне, конечно, убить, скорее всего. И есть кинопрежащий мусорный бак, так как тут трупы даже кидать некуда. Охранники просто везде ходят. И тут, по-моему, даже охранников чуть, может быть, меньше даже, чем в тюрьме в рейде. Может быть, и нет. На самом деле, тут очень много мест спам на этих ящиках. Они и находятся на первом и на втором этаже. Они находятся и на, как скажем так, ну, парковке, вот. Тут один не зло попался. Если тут охранников не будет, то тут, если их завалить, они же сразу... Но нет. Как на зло? Ну, по-моему, сейчас спалит. Ну, у меня, благо, камеры вырублены уже. Камера-то и выйдет. Да, он спалит. Он, как видите, вот он все спалил. Придется, его тремя быстрыми завалить. Так, это у меня, значит, второй ответ был. Второй ответ. Максимум еще один нужно потратить. Больше мне нельзя. Вот этот чертов инспектор придет. Тоже тут лишний шум поднимет. Так, надо избавиться, конечно, от трупа еще. И да, закрывайте ящики обязательно. Так, ну что ж, я избавился от трупа и вернулся в правое крыло. Тут я хочу открыть... Ну, черт, я бы выбрал, а. Ничего все время не получается. Вот, повезло, тут аппарат есть. Ах, это чисто роддом открывания этих клеток. Из этих... Как их даже назвать-то, блин? Язык не поменится. Тряпа, которая закрыта. Ничего не видно. Так, тут еще у нас есть. Вот, повезло, тут еще есть аппарат. Так, главное, чтобы этот охранник не вернулся. А то мне придется его завалить, и у меня будут проблемы уже. Ну, черт, класс. Я нечаянно сжал век, конечно. Тут скупота нужна доминатора. Кстати, я не понимаю работу навыка доминатора, когда я в стелсе. Я же все-таки, как бы, не убивая его, я всего лишь он перегражаю, чтобы он бросил оружие. С чем отвечать на пейджер его? Это ж грит какой-то. С ним же вроде все нормально, он умирал, и пусть не терял. Это мне остается непонятным. Так, ну все же, у нас еще один труп, надо от него избавиться. Так, что ж, я избавился от уже третьего трупа. А у меня остается один ответ, который мне, в принципе, нельзя тратить. Ну, или нежелательно, точнее, его тратить. Мне осталось еще две машины найти и взломать. В принципе, я уже весь первый этаж облазовал, и... Ой. Я нашел только четыре машинки. Ой, черт, они везде просто. Хм, они везде. Просто охранников реально очень много, и на таком помещении... Как не помещение, а в близком расстоянии довольно сложно от них уворачиваться. Так, я вот где-то на втором стеллаже видел... Какой черт, это не везде. Черт, вы охранники. Так. Так, я в центре, по-моему, видел такой аппаратик похожий. Да-да-да, он там далеко стоит. Так что у меня будут какие-то проблемы. Центр это самое жесткое место на этой карте. Там всегда два-три охранника, и... Да чего блузастый, вы просто не поверите. Даже когда он к стыдкам спиной, он какого-то черта вас может заметить. Кстати, вот один аппарат. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Бизини. Спасибо, Оверкю. Так, остается один аппарат, который мне надо найти где-то в центре, скорее всего. В центре я не так часто отбывал. Но на окраине смотрел, что там еще пару ящиков оставалось. Так, посылкой я брать не буду. Зачем она вообще нужна? Да, вот вижу один ящик. И, по-моему, где-то я еще видел. Где-то в самом центре, вот. Рядом с крабом. Сейчас эта машинка доработает, я ее закрою. Чтобы уже на всякий случай так вдруг охранник, не дай бог, попадется, чтобы меня у вас мог завалить и быстренько взломать последнюю машину. Так, эта машина... Ой, ящик, точнее, пустой. Я уже смотрел. Это пустое. Все пустое. Да, придется спускаться в центр. Придется спуститься. Это очень, конечно, большой риск. Не завидую тем людям, кто на ProJob'е это проходит по станции. Это довольно сложно. Это очень сложно. Вот, как-то еще на злое. В таком месте вроде как хорошем. Еще и ящик пустой. Вот на этот ящик у меня вся надежда последняя. Если там нету, то я пропал. О, аллилуйя. Все, сейчас будут самые долгие 30 секунд, похоже, в моей жизни. О, боже мой. Как бы нехуй пришло. Как бы перестартить, мне не так неохота. О, хо-хо. Кстати, тут есть такая фича, я увидел, как на телеварейде. Вот эти вот кральники, вот, их можно, с ними, точнее, можно взаимодействовать с ними. Как-то сигналку вроде включить можно, то ли эти клещни поднять, их не... Ой, тихо. Как-то выразить это правильно. Все, мы убили, тихо. Шесть машин все изломали. Теперь можно уходить отсюда. Вот у меня тут приглянулась одна сумка, вот. Я хочу ее забрать. Так, я этого, конечно, не стоит делать, но... Вот какой-то черт. Ой-ой-ой-ой. Ой, и все, он увидел меня. Ладно, генертор помимо вставлю. Буду даже убивать его. Пускай постоит по пейджеру, суда поорет. Так, 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 дверь, дверь. Дверь, дверь, дверь. О, черт, я бы как полицейских-то забыл. Эти тоже тут стоят. Эти тоже тут стоят. Ладно, сейчас они поваляются немного. А пока еще генертор ставлю генертор. И, конечно, не стоило брать сумку, они мне из-за этого спалили. Но ничем мы сможем с вами уйти. И пройти это стоил, что у нас не успеет спалить. А то, если не спалят, нам придется их тут задержаться еще на пять минут. Блин, записи свой генертор, наверное. Вот тут, кстати, много очень золота при завершении задания. Так что, вот эту миссию я теперь буду... Не с такой большой охотой проходить, но для желания пофармить денег. В принципе, вот и все, мы прошли. Довольно сложное задание для меня оказалось. Я прошел, если честно скажу, не с первого раза. Примерно где-то с третьего. Но по деньгам эта миссия выходит не хуже, чем постава с картинами. И даже тени вареют. А в плане опыта дует тут не очень много. Где-то меньше 300 тысяч. Но не в этом дело. Миссия все равно интересная. Ну что ж, кому понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Я вам хочу пожелать доброго удачи. И до скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok